Чешская компания «Шкода» 1 сентября 2016 года в Берлине проведет официальную презентацию своего нового среднеразмерного вседорожника «Кодиак», публичный дебют которого состоится в октябре на стендах международного парижского автошоу. Автомобиль, получивший название в честь одного из видов «Бурых медведей», займет место на ступеньку выше «Ейте», похвастает широким спектром предлагаемых фишек и будет доступен с пятью турбодвигателями. В продаже кроссовер появится в январе 2017, однако до России доберется лишь к лету того же года. Внешность «Шкода Кодиака» выполнена по мотивам концепта Vision S, продемонстрированного общественностью в марте 2016 года на Сматриново-Женеве. Плотно сбитый автомобиль с угловатой хищными очертаниями смотрится свежо, привлекательно и динамично. Среди современных кроссоверов «Чех» точно не затеряется благодаря интересным дизайнерским решениям. Прищуренная двухэтажная оптика, выразительные рачерки выштамповок, пухлые бампера, мощные кругленно-квадратные арки колес и изящные задние фонари. «Кодиак» является представителем среднеразмерного сословия и укладывается в 4697 мм в длину и в 1882 мм в ширину. Высота пока не озвучена. Между колесными парами у пятидверки вмещается 2791 мм база, а ее дорожный просвет насчитывает 194 мм. Внутри «Шкода Кодиак» демонстрирует современный привлекательный дизайн, по-немецки безупречную эргономику и качественные материалы отделки. Упрекнуть кроссовер в салоне попросту не за что. Мультифункциональный руль с рельефным ободом, лаконичный щиток приборов с дисплеем портового компьютера между циферблатами и гантель передней панели с наклонной центральной консолью, украшенной цветным экраном диагональю от 6,5 до 8 дюймов и стильным блоком климатической системы. По умолчанию убранство «Кодиака» пятиместное, с комфортабельными передними креслами, имеющими широко разнесенные боковые валики и регулировки в солидный диапазон, и гостеприимным задним диваном, который обеспечивает седокам царский простор по всем фронтам. А вот опциальная галерка больше подойдет детям, и места на третьем ряду в притык, и доступ на него не самый удобный. По объему багажника этот чех претендует на звание одного из лучших в классе. В семиместной конфигурации в трюм влезает 270 литров по клаже, а в пятиместной – 720 литров. Если оставить на борту только двоих, то вместимость грузового отсека автомобиля возрастает до приличных 2065 литров, и получается абсолютно ровная площадка. Для «Шкода Кодиака» подготовлены широкая палитра силовых установок, хорошо знакомых по другим моделям концерна «Фольксвагет АГ». Бензиновая сборная вседорожника объединяет рядные кетверки ТСА с турбонадом и непосредственным впрыском объемом 1,4 и 2 литра. Младший мотор, в зависимости от форсировки, выдает 125 или 150 лошадиных сил, а в арсенале старшего имеется 180 жеребцов. В дизельную часть входят пары турбированных дизелей ТДАй объемом 2 литра, 16-клапанной компоновкой ГРМ и впрыском топлива Common Rail. Начальный вариант генерирует 150 кобыл, а его более мощный собрат – 190 сил. По умолчанию кроссовер оснащается шестискоростной механикой и передним приводом, а вот на средних модификациях появляется возможность выбора преселективного робота – ДСГ. На бензиновой машине – шестью диапазонами, а на дизельной – семью. И трансмиссии 4х4 на основе муфты Haldex 5-й генерации. На топовых исполнениях безальтернативными является семиступенчатая роботизированная коробка и система полного привода. На что автомобиль способен на дороге за ее пределами, чешской компанией пока не разглашают. Базой для Шкода Кодиак служит модульная переднеприводная платформа МКУБ с независимым шасси на обеих осях. В передней части задействуют стойки МАК-Ферса, а в задней – четырехключажная система. Поперечные стабилизаторы есть по кругу.